Стыковочный отсек «Пирс» 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 Стыковный 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 отсек «Пирс» больших температур, потому что на свету температура может доходить до плюс-100, в тени до минус-100. Плюс это то, как себя ведут материалы. Потому что вы себе можете представить, любой материал при таких перепадах температур, да еще плюс радиация, он будет страдать. И вот степень вот этих изменений, естественно, надо посмотреть. Космонавт Сергей Рязанский хорошо знает космическую биологию. В отряд Роскосмоса он пришел из МБП, где был научным сотрудником. В 2017 году он полетит в космос второй раз, а пока испытывает себя в зимнем лесу со своим новым экипажем. Тренировка по выживанию, кроме того, это хороший, современное слово, тимбилдинг. Это тренировка на сплочение экипажа. Мы экипажем, вот первое, с чего мы начали, это как раз зимнее выживание. То есть фактически первый раз мы друг друга посмотрели в деле, поработали. И так складываются отношения, потому что в будущем, уже при реальном полете, мы должны понимать друг друга с полуслова, следить друг за другом, помогать. Это очень важно. Возможно, именно этот экипаж будет встречать новую оранжерею «Лада-2», которую разработали коллеги Сергея по институту. Это еще со станции «Мир». Наши ветераны, космонавты говорили, что живые растения напоминают им о доме, напоминают о земле, и лучше этого вообще ничего придумать нельзя. Плюс, конечно, при дальнейших, предположим, межпланетных полетах, иметь оранжерею, в которой выращивать, например, цветы для психологической поддержки или свежие листья салата для еды на стол. Это очень здорово, потому что это существенно разнообразит и человеческий процион, и микроклимат вообще в экипаже, и жизнь на корабле. Так что буду рад, если в 2017 году действительно у нас будет оранжерея. Честь расти первым в модифицированной оранжереи «Лада» выпала сладкому перцу. Это растение лучше всего подходит для создания естественной системы жизнеобеспечения. Размеры современной станции не позволяют выращивать большое количество культур. Поэтому одна из главных задач сегодня – изучить генетические изменения. Наш огород. Сейчас мы подъедем поближе, посмотрим, что же там есть у нас. Может быть, как-то конструкцию, да, сейчас очень светло. Ну, вот. Вот наши космические растения. Психологи утверждают, что человек успокаивается, глядя на огонь, воду и зеленые растения. Первого и второго в космическом полете нет. Поэтому оранжерея – не только научные исследования. Только одно пока с зернышкой не взошло. Все остальные уже проросли. Даже если на основании растений не будет поставлено полностью питание космонавтов, то, безусловно, им нужен такой уголок разгрузки психологический, где они могут посмотреть на эти растения. Но и что самое интересное, у них есть потребность ухаживать за ними. То есть о ком-то вот заботиться, проявлять какие-то такие домашние чувства, которые, к сожалению, они, конечно, вот в современном корабле не лишены. Пожалуй, это одно из самых первых открытий ученых-психологов. В долгом полете у космонавтов обостряются все чувства и, в первую очередь, любовь и нежность к тому, что осталось на Земле.